Самое важное – научиться стоять, научиться ходить. Как это практиковать таким образом, чтобы ваша карта зашла внутрь вас, и обрабатывалась в тот же ум на каждый день. Это основа любого боевого искусства. В каждом боевом искусстве, если вы охотчевываете, знаете, что такое охотчевывание? Вот это и охотчевывание. Если вы не берега, можете ходить, ваш палец станет крепкий, и его уже не прожмет каждый человек. Или, например, есть, например, в Шаринском монастыре такая практика. Большая доска, такая широкая, и в нее забивают гвоздики. И каждый день выкаскивают. Сначала маленькие, потом большие. Глубже, глубже, глубже. Они потом, когда вот так атакуют, могут отрывать куски мяса. Вот это и предназначение. Но каждый день. И если тысячу гвоздиков выкаскивают каждый день, они будут следствующим, потом все жесткие. Чтобы научиться так сильно выдавать пальцами, это упражнение идет в протяжине многих лет. Или, например, что такое набивка в шаринском смысле? Вот это набивка. Сначала практикуется на круглом столбе деревянном, потом на круглом каменном столбе, а потом вот на столбе в такой форме. И в угол, делают набивку в угол каменного столба. И считается выполненным упражнением, когда вот, ну чуть толще вот такой вот каменный стол, вы можете сломать. Вот упражнение считается шаринское. Так. Когда ни гири гамма, ни гири шарину протекуют, то держат вот так вот ни гири гамма весом 80 кг. Вот оно тоже считается выполненным, когда держат шарин вот так и вес 80 кг. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это так, как в древности занимались. И со временем, так как у нас не так опасно стало вокруг, слава Богу, то уже одна из таких серьезных упражнений как бы отпадает. Но если заниматься боевым искусством, то нужно именно так подходить. То есть боевое искусство – это способ, при помощи которого вы познаете мир внутри себя и окружающий мир. То есть это как помощь вам. Вот это называется боевым искусством. Например, я не ем. Внимательность не развился насколько, насколько надо, или я там, скажем, рассеянное внимание. И у меня тут случается травма. Нога болит. Пока она болит, вы помните о том, что вы были рассеянными. Только если вы привыкнете анализировать свои поступки. И эта больная нога даст вам возможность понять, что не надо будет рассеять. Потому что если в жизни, ну на тренировке что может, поскользнулись, там ударили, там мечами. В жизни, если вы не увидите машину, или не увидите открытый люк, будет как-то там анекдотик. Потом он просто. Вот. То есть в жизни опасностей намного больше, чем на тренировке. Здесь это может закончиться северном. А в жизни можно быть там потерей кроватики, потерей кроватики. Там много еще чуков. Вы развиваете периферическое зрение этого задания. Когда вы его разобьете, то опасность со стороны, которая может вас настигнуть, она уже вам не угрожает. Настолько, насколько человек, который привык там, о чем-то думать, о себе. Был такой случай. Я это часто рассказываю, но вам еще раз расскажу. Меня пригласили в «Красимовскую правду», ну в Молдавскую «Красимовскую правду», вы просили рассказать о самооборотах. Ну, естественно, я знаю, что обычные люди читают, которые не тренируются, читают эту газету. Что им рассказывают по «Красимовской правду»? Что они в «Ирегамо» ходили или еще что-то? Ну это бессмысленно, они же не будут. И я попытался объяснить студентам, что надо, например, простые упражнения делать на тренировку слуха, на тренировку зрения. А они не занимают много времени. Но если делать их регулярно, то умение более хорошо слышать и видеть улучшается. И хотел рассказать одно из этих упражнений. А Красимовская мне говорит, не надо мне эти упражнения. Ты мне расскажи, как туфлям по голове, надо бить шпилькой глаз. Ну, такие часто у девушек простые каблуки и шпилькой защищаться. Ну, раз он просит, он рассказал, как можно так, защититься так так, защититься так так. И что произошло? Через месяц он возвращался, проводил девушку домой. Возвращался домой, к нему подкрали сзади и ударили беду к нему по голове. Он потом полтора месяца лежал в реанимации. А крайний вопрос. Если бы он услышал эти упражнения, как надо слушать, может быть, к нему бы не подкрали сзади. А так к нему подкрали. Обращайте внимание на свою осанку. Осанка – это основа силы, основа хорошего самочувствия и основа красоты тоже. Например, там какая-нибудь материя, как слегатель, там просто… Такое жилье никак не может быть красиво. Всегда человек, который ровно ходит, имеет и к силе, и к здоровью, и к красоте. Потому что это немосвязанная вещь. Вот я когда в Грумини поработал семинары. Семинар, где было очень много детей. Я им предложил такой вариант, когда я на компьютере. Если хотите играть с пользой на компьютере. Шикодача. Стук играет. Станет шикодача и берегу. Вот это круто. А на стуле, что помогут каждый день. Гаджурё – настоящее умное оборудовое искусство. Для того, чтобы его понимать, нужно хорошо учиться и нужно уметь широких образований. Вот, например, на Геннале очень много учителей. Геолога, сенсей – только один из них. Но… Хоть один из них, но он, можно сказать, единственный. Потому что всю систему в очереди узнает только он, целиком, полностью. Когда он учился в школе, ну, в классе, там, не знаю, пятом, четвертом, он не очень хорошо учился. Убегал часто из дома, из школы, например, и на океане, там, на доске катался, там, по-разному, по-разному. И он получил стройный папа. Когда он приходил домой, папа говорил, «Ди сюда, итак, раз, целеванное тело, значит, в грудной океане». Он удавал дед воды и заставлял передвух раздорно с этим. Потом он начал заниматься в карате. Учитель, если я не ошибаюсь, он в 8-м классе. И учитель ему сказал, если ты хочешь исходить в карате, ты будешь хорошо учиться. И он стал из достающего и самым лучшим учеником в школе. И с тех пор он тренируется, как бы, регулярно, много часов. Вот ему сейчас 73 года, но он на сих пор несколько часов в день тренируется. Вот кто бы он выбирал, просто кто бы он выбирал. Я с ним встретился, когда он был 51. Тяжелая была тренировка, тяжелая-тяжелая, и у меня еще была такая ситуация. Я заболел перед семинаром, и у меня была температура 39, в момент, когда я пришел на семинар. Значит, вот прошло 2 часа тренировки. Ну, как я заберу вперед, забегу. Температура исчерпла, но правда вместе с голосом. Потому что мы кричали на каждую руку. Это, киаи кричали. И когда мы были ногами, кричали и руками. И вот просто киаи был без перерыва. Такая сильная энергия прошла, что невозможно было тренироваться просто так. И когда уже завершалась тренировка, он стал на кулаки, начал отжиматься вместе с нами и считать. Прочитал 50 раз. Говорит, окей. Ну, окей. Он еще 50 раз. Мы не стесним. Окей. Ну, уже так, окей. Ну, в общем, закончилось это на 200 раз, например, в 51 году. Потому что там какой окей был? Кто лежал? Кто лежал? Кто кричал? Кто стана? Только окей все, когда он спрашивал громко, кричали и трудно. Вот, когда человек себя хорошо чувствует, вот особенно в молодом возрасте, он думает, что так будет всегда. Будет, если вы будете уделять себе внимание. Потому что, например, утром уделить 10 минут тренировки какой-нибудь, там поприседать, поотжиматься, это совсем небольшое время зарядки. И, ну, а если вы привыкнете, то это потом выяснить, чем домашнее. Когда мы по нашему местному телевидению показывали дедушку, он участник войны, и, вообщем, он у нас 101 год. И мы показывали, у нас 101 год. А он говорит, я каждый день делаю изоляцию. И вот так вот. И вот так руками стоить год. Он настолько резко и быстро. Он говорит, каждый день. Ну, он простой комплекс такой. И вот до 101 года он абсолютно нормально разговаривает. Здесь какие-то старики, которые в 60-е, это уже не было для холодильника, а он 101 год. Потому что такой человек обычно правильно мыслит, правильно относится к жизни и правильно относится к себе. Если мы не будем ходить на работу, то не будет денег, к сожалению, ни на чупа-чупсах, ни на семинарах, ни на что. Тот, кто учился, для него школа эта работа, он тоже должен ходить школу, как и другие взрослые люди ходят на работе. И для того, чтобы быстро бить, нужно много-много раз подряд бить. Нет другого секрета. Мне когда-то, вот я сейчас рассказывал, как ко мне подошел один инструктор и говорит… Он занимался раньше херионом, в смысле, я сейчас там пошел к другому инструктору. И она говорит… Я спрашиваю своего инструктора, как хериона так сильно бьет удар рукой, понимаете, на скидке. И мой инструктор мне говорит очень просто. Он или так терпит, или так, или так. Три варианта. Я говорю, почему твой инструктор не может так ударить, если он все знает? И почему ты спрашиваешь у этого человека, который не умеет бить? Так вот, нужно всегда привыкать к тому, чтобы не слова обозрели, а умение. Потому что между умением и словами все большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Да, Стас? Умение приходит через тяжелый тот. Полюбите его, и в жизни будет легко. Вообще жизнь так устроена, что если мы сами себе трудности не создаем, она нам создает. Верьте, она нам создает более лучшие трудности, чем мы сами себе. Вот обычный человек, который от родственников, который следит за собой и так далее, у него в жизни как будто все получается само собой. А если у него жизнь такая, то в 12 часов дня встал, то в 6 утра, то опять в 11, то еще как. Потому что он энергию, как у себя, у себя и у себя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, могу сказать, вот такое свое собственное мнение. Таня всегда серьезно тренировалась. И сейчас тренируется. Ну, скажем так, молодец, так и дальше тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Боевое искусство – это способ счастливой жизни. Это умение жить счастью. Почему? Потому что вы понимаете, что успеха достичь можно только через тяжелую тренировку. Понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Кто не понимает, завтра мы объясним. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы научитесь любить тяжелый труд, то вы в жизни настолько не даетесь. Все, что хорошее, к сожалению, оно все немножко трудно дается. Что дается легко, оно, к сожалению, не имеет. Например, научиться курить очень легко. Вот я раньше курил, поэтому, поверьте мне, на основу. А вот бросить так тяжело. Потому что плохое легко заходит, а выходит очень тяжело. И наоборот. И в жизни, во взрослой жизни, к сожалению, или к счастью, не знаю, ну так оно строено. Что нам приходится часто заниматься теми делами, которые не очень нам нравятся. Но их нужно делать. И если человек учится делать это легко, как бы психологически легко, то ему потом в жизни хорошо. Если вы традиционно тренируетесь, то, конечно, вам не нужно, например, готовиться к соревнованиям. И вам к определенному сроку не нужно целую форму подводить. Вы должны тренироваться естественно. Например, устали очень сильно. Конечно, тренировка должна быть плохой. Так, чтобы она сняла ваш стресс. Чтобы за счет движения, там, энергетический баланс восстановился. Такая тренировка. Если вы чувствуете себя хорошо и есть такой задор, то можно тренироваться больше, чем обычно. Это очень хорошо, это даст вам прогресс. Потом чуть меньше. Тренировка – это гармоничная жизнь. Нормальная. Можно быть счастливым без тренировки. Ну, наверное, можно. Но трудно. Потому что рано или поздно вы почувствуете в своем теле изменения. Человек, который тренируется, изменения в своем теле чувствует намного позже. Ну, те из вас, которые сейчас еще в школе, им трудно это понять. Но с временем вы поймете. Так же самое делать сэнчин так. Чтобы один раз, как мне Артемий Павлович рассказывал, в интернете написал. Шел спор о том, сколько раз делать ката надо, чтобы развиться. И один написал. Если ты сделаешь четыре раза ката, то ты упадешь. Ну, конечно, если ты упадешь. Ты, может, полу раза сделаешь и упадешь. Но это неправильно. После сэнчин у вас не должно быть учащенное дыхание. Вы должны делать так сэнчин. Чтобы сразу, когда закончили упражнение, как будто чуть-чуть лучше себя почувствовали. Вот ощущение, как бы на полном стене. Как будто свет ярче стал чуть-чуть. Вот так должно быть. Вот если регулярно делаешь сэнчин, то не чувствуешь в самочувствии разницы. А если есть перерыв, какой-то там вынужден три-четыре дня. Потом делаешь хотя бы раз пять-десять сэнчин. Какое впечатление, как будто банку кофе выпили. Или так. Начинаешь ходить по улице. Очень много энергии такой активной. Часто тренироваться самому тяжело. Потому что вы говорите, я должен. Или я сенсей обещал. Или все что-то. А вам нужно научиться интересно ходить самостоятельно. Научиться удовольствие и больше чувствовать себя. Я говорю, если вы заняты по работе, конечно, надо работать. Потому что если не будете работать, то тренироваться точно не будете. Не на что будет тренироваться. У меня был один ученик. Он тренировался по восемь часов в день. Учился в училище художественном. Я говорю, а ты о будущей работе думаешь? А, сенсей, все тут хорошо. Что мне надо там? Бутылка кефира или батона? Мне хватает. Ну и вот сейчас он не тренировался. В конечном итоге не тренировался. Потому что он вырос. Деньги нужны. Мамы на шее сидеть всю жизнь не будешь. Начал искать работу. Работы не получалось. Какие уже? Медотренировок. Потом еще и женился. И все. А если бы он вовремя все сделал. Вовремя бы подумал об этом. Тренировался бы, словно говоря, два часа в день. Остальное бы думал или искал бы работу еще как-то. Сейчас бы тренировался бы до сих пор. Очень способный был. Такие. Чуть быстрый рос. Начинается проблема в жизни человека часто с первого шага. Самое сложное следить нам за тем, чтобы мы неправильно делали. Первый шаг. Первый шаг с чего начинается? Например, вы просыпаетесь утром после вчерашней тренировки. И думаете, блин, ну вот я круто спринговал. Вообще. Тому надавал. Тому надавал. Тому надавал. Туше меня не было делать Санченко. Я и так. И так круто. Это первый шаг. Который привезутся в время к тому, что вы проснетесь и тут кто-то надавал и этот надавал. Тот же надавал. Санченко не поможет уже. Как может он учезли не делать? Он ушел по-другому. Сигареты тоже самое. Да, курит уже взрослый. Черт, да. Традиции вообще так, если в традиции ученику показывают один раз прием, он не понимает, второй раз кто за приемом не понимает, третий раз уже не показывает, не передает. Вот, например, в Китае до сих пор показывают ученику дукатов, там делаем, делаем, там показали, он не может какой-то элемент послать, он еще раз показывает, это кадр с этим элементом, он не может ослать, но третий раз показывает без этого элемента. И поэтому там, если кто-то показывает, там вот так все смотрит. Внимательно, внимательно, потому что учитель не будет показывать два раза, три, четыре, десять. «Ай, Вася, кто я тебе объяснял? Ниже стой, подрывай стой». Никогда не скажет. Но я никогда не буду учить серьезно. Раз ты не напрягаешься, что тебе учить? Поэтому, если вас когда-то исправляют, не тракьте время, исправьте твою ошибку сразу, как можно быстрее. И в жизни вообще-то надо делать все хорошо, но быстро. Представьте, жизнь как устроена. Вот я, например, почистил картошку, поставил воду кипятить, и пока нёс картошку, выгибил воду. Вот. В жизни так бывает. Мы договариваемся о встрече с кем-то, о бизнесе. День прошел. Главный, кажется, а, ничего, там, другая неделя. Приходим к нему, а он уже с другим делает бизнес. Потому что неделя прошла. Вы думаете, а, много времени еще исправлю этот лоб. Но на самом деле, это надо сделать сейчас. Потому что вы загребите эту ошибку, и потом будет трудно. И в жизни именно так. Скорость влияет на счастливую нашу жизнь. Скорость достижения успеха. Когда-то я начинал тренироваться, у нас такое мнение бытовало. Делай карто много раз, там, и ты будешь... Всё поймёшь. Неправда. Просто делать карто, там, механически, ты поймёшь, ошибки с процессом. Нет. Надо думать, осмысливать. Думать, для чего. И так тренироваться. В любом деле. Мне это надо. Для чего. Что я буду с этим делать. Не надо. Всё. До свидания. Не тряпьте время. Делайте другое что-то. Потому что так человек разбрасывается, разбрасывается. Потом приходит много времени. Он вроде не влюбился на ничего. Ничего не произошло в жизни толком. И непонятно что. И что остаётся. Курить? Пить? Чтобы что-то было интересное пить. Ну, это интересное оно было. Такие дела. Окей. Спасибо. Спасибо. Игорь gonna ночь. Угу. Игорь Вау. Игорь. Игорьienen. Как насос! Игорь. 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 Игорь.